Здравствуйте! Мы продолжаем рассказ о книгах, которые мы отнесли к категории великих романов. Напомним главный критерий отбора, кроме, естественно, суперкачества текста, автор должен рассказывать личную историю героя или героев, которая разворачивается на фоне переломных исторических событий. После английского и русского романов мы резко меняем вектор, сегодня в фокусе Китай. Автор Джан Ю Эжэнь. Книга «Кокон». Два главных героя Ченгун и Ли Цзэци – одноклассники. Они дружили с самого детства, но потом судьба разлучила парня и девушку, и вновь они встречаются спустя много лет у постели умирающего деда Ли Цзэци. Судьба деда, вернее, погружение в ее тайны, то вокруг чего строится интрига романа. Выясняя все секреты, автор проведет нас через все основные события истории Китая последних 50 лет. Культурная революция, хунвейбины, площадь Тяньаньмэнь, рыночная экономика и челноки с пуховиками. Мы видели эти события с нашей колокольни, а здесь есть возможность посмотреть, как прочли свою историю сами китайцы. Но «Кокон» не появился бы в нашем обзоре, если бы не был еще и романом о судьбах людей, о том, как один поступок или действие тянет за собой снежный ком разрушительных последствий. У «Кокона» есть что-то от Ромео и Джульетты, много параллелей с семейными сагами первой половины 20 века или с античными трагедиями. Интересно, что оба главных героя не выглядят однозначно правильными. За их судьбами следишь, но вряд ли сопереживаешь. Возможно, такая отстраненность помогает лучше понять поступки людей, читать, не отвлекаясь на ненужные сентименты. В качестве цитаты я выбрал эпизод из романа, возможно, не передающий его сути, зато точно гарантирующий рефлексию российскому читателю. Это реплика о челночном бизнесе 90-х. Пуховики, которые продавали русским, были набиты раскисшими куриными перьями. В ход шли и больные курицы, и чумные. Вот только утиного пуха там не было ни грамма. А с кожаными куртками еще смешнее. Их вообще делали из строительной бумаги, а снаружи прокрашивали бесцветным лаком. Удивительно, но автору романа всего 38 лет. Юный для писателя возраст не помешал Джан Юэжэнь создать глубокую книгу, к тому же позволяющую познакомиться с современным Китаем. Возможность, которая возникает не так часто, и надо ей обязательно воспользоваться. Джан Юэжэнь, Кокон. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА